Священно-мученик Ефимий Горячев Часть первая Ефимий Никитич Горячев родился в 1884 году в бедной крестьянской семье в Пензенской губернии. В раннем детстве остался сиротой и воспитывался в семье священника. Тот считал, и вполне резонно, что мальчику надо быть самостоятельным. Неизвестно, как повернется жизнь сироты, так что Ефимий практически ничем не отличался от крестьянских детей. Даже ходил, как они, в лаптях, знал все о крестьянском труде. Позже, учащий в семинарии, начал подрабатывать, давая уроки в семьях побогаче. Затем работал в сельской школе, где проработал семь лет и совсем обшился. Общество подобралось вполне образованно, особенно среди молодежи. А Ефимий был просто душой компании. Человек образованный, веселый, общительный, да к тому же отличный танцор. Он здесь чуть было не женился на дочери местного лесопромышленника. Но он посчитал невозможным жениться на богатой девушке. Сам-то он еще не имел средств для того, чтобы содержать семью. Женился он и совсем другой. Его будущая жена Александра была очень молода. Ей не было и 16 лет. Считалась красавицей и была избалованным ребенком. Но, несмотря на всю избалованность и нежелание выходить замуж за нелюбимого и небогатого человека, она все-таки вынуждена была покориться воле отца. Тем более, что эта воля была подкреплена не только убеждениями, но и вожжими. Отец Ефимий На сматринах я сразу же понял, что Александре не такого мужа надобно, как я. Что она меня не любит и не полюбит никогда. Сердце сжалось в предчувствии беды. Бежать, бежать, настрадаешься, ведь это только начало. Александра так и не полюбила своего мужа. Только терпела. Как терпела ее не любовь Ефимий. Но не это тревожило его, а ее неглубокая вера. Когда появились дети, Александра перенесла на них всю свою любовь. Дяготы домашней жизни и непонимание с женой были червоточены, постоянной сердечной болью Ефимии. Рукоположили его в сан священника в марте 1912 года. И он сразу же уехал в свое родное село, страшно боясь уронить себя, растерять ту божественную благодать, которую он получил в таинстве священства. Ефимий отчетливо ощущал, что теперь он уже не просто человек, а божий служитель. Открылись в нем проповеднические дарования, так что послушать его приходили крестьяне из дальних сел. Часть 2 Прослужив пять лет в селе, 11 марта 1917 года, он был назначен в Никольскую церковь села Большой Улуй, что вблизи города Ачинска. Именно здесь, в Красноярском крае, пройдет вся его священническая жизнь. Прихожане полюбили своего священника за бескорыстие, за его верность православной церкви. И особенно за его проповеди, которую он говорил не раз и навсегда заученными фразами, но из глубины сердца. Когда перед исповедью он говорил проповедь о покаянии, многие люди становились на колени и, не стыдясь, плакали вслух, сокрушаясь о своих грехах. 5 ноября 1917 года состоялось собрание прихожан одного из благочиней Ачинского уезда, на котором отец Ефимий был избран благочинным. Это был год начала всероссийской смуты. Отец Ефимий В начале 1919 года стали распространяться слухи, что между Ачинском и Большим Улуем оперирует какая-то банда, группа, отряд. Этот отряд многих едущих в Ачинск или оттуда не пропускает, некоторых грабит, а некоторых и убивают. Базой этого отряда называли деревню Лапшиху. Потом все чаще стала звучать фамилия Щетинкина, как начальника отряда. В конце января или в начале февраля один селянин привез мне записку, в которой говорилось, что их священник Владимир Фокин взят неизвестными людьми и куда-то увезен. Потом пошли слухи, что он убит. И еще дошли сведения об убийстве еще одного священника, моего благочиния, Михаила Каргополова, который был до принятия сана священника офицером казачьих войск. «Однажды я узнал, что наше село Большой Улуй занял своим отрядом этот самый Щетинкин, и мы находимся в его власти. Однажды был такой случай. Дело было зимой перед Масленицей. За мной приехал на лошади крестьянин нашего села и сказал, что меня требует Щетинкин. Мои домашние ударились в слезы. Я собрался и поехал. Щетинкин остановился у нашего односельчанина Тихонова. Дом был полон его соратниками. Меня пригласили пройти в комнату, и я догадался, что за столом сидит как раз грозный Щетинкин. У нас состоялся следующий разговор. «На вас, батя, жалоба. В чем дело? Вы отказались венчать сына одного гражданина по нотариальным документам. Значит, они были ненадлежащим образом оформлены?» Щетинкин рассмеялся. «Ты прав. Я знаю случаи, когда чуть ли не малолеток венчали по этим документам. Да что же делать-то? Повенчаешь?» «Нет, не могу. Что же это будет, если я буду просить о делах, касающихся ваших дел, а вы меня о моих поповских делах?» Щетинкин снова рассмеялся. «Какой ты, батя, несговорчивый? Ну да ладно, так и решим». Потом село заняли казаки, которые начали карательные действия против населения, которая, как им казалось, помогала красным. Руководил карательным отрядом полковник. Пришлось отцу Ефимию вступаться за своих прихожан и перед полковником. Отец Ефимий говорил. «Я пришел поутру к командиру. Он в это время умывался и брился. Я спросил, что ожидает наше село и его жителей. На это он мне ответил. «Я вашу лусь отру с лица земли. Весь выжгу, а население расстреляю. По крайней мере, каждого в десятого, считая баб и ребятишек. В таком случае, я надеюсь, вы не откажете в моей просьбе начать выжигать село с моей квартиры, а при расстреле начать с меня. Десятый – расстрелять мою жену, двадцатым – моего первого ребенка, тридцатым – второго и так далее, до последнего. У меня нет доказательства вашей вины». Полковник умылся и сел пить чай. Я же в это время страшно разнервничался, плакал, умолял пощадить людей, ползал на коленях. Все-таки отец Ефимин вымолил жителей у Каратина. Больше репрессий не было. Однажды вооруженный отряд начал обстреливать большую лу из орудий. Некоторые дома загорелись. Матушка Александра собрала детей, и они спрятались в погребе. А отец Ефимий пошел в храм. За ним обвязалась старшая дочка Антонина. Пожар местами был так силен, что у отца Ефимия временами вспыхивали волосы. В храме они были вдвоем – священнику престола, да ребенок на коленях перед алтарем. Девочка плакала и просила Бога их всех пожалеть. Отец Ефимий говорил впоследствии, что это детская молитва, спасла сына. Субтитры создавал DimaTorzok Советская власть пришла в 1922 году. Вместе с ней пришло и обновленчество. За сопротивление живо-церковникам отец Ефимий был отстранен от должности благочинного. 25 января 1924 года был лишен сана. В августе 1924 года арестован и заключен в Ачинскую тюрьму, где пробыл месяц. Возвратился отец Ефимий в Большую Улу в декабре. Но весной 1925 года в Красноярск прибыл православный архиерей, епископ красноярский и енисейский Амфилохий Скворцов, который благословил отца Ефимия служить, где представляется возможность. Ведь все храмы были заняты обновленцами. Стойкость отца Ефимия, его верность православной церкви в условиях гонения, личные беседы с ним убедила архиерея назначить отца Ефимия настоятелем городского собора. И 26 июня 1926 года епископ перевел его в Троицкий собор города Ачинска. Между тем гонения на церковь усиливались. В 1929 году власти попытались сбросить колкола с Троицкого собора. Прихожане не дали. Воинствующее безбожие действовало иногда через демонстрацию бесстыдства. Например, совершенно голые люди в течение нескольких дней ходили по небольшому сибирскому городку, где все друг друга, в общем-то, знали, с плакатами «Долой стыд и совесть». Гонения обрушились и на священника. Отобрали дом. После долгих поисков семья нашла небольшую баню, где и поселилась. 30 ноября 1929 года отца Ефимия вновь приставали. Жена была в отчаянии, ведь он был единственным кормильцем. Отчаяние было таково, что Александра хотела даже сжечь себя и детишек в этой бане, чтобы не мучиться. Но Господь их не оставил. Прихожане после ареста стали приносить его семье продукты, так что хватало даже и на передачу. Начались тяжелые допросы. Из документов. Обвиняемый гражданин Ефимий Горячев, не являясь сторонником советской власти, вел систематическую антисоветскую агитацию, говорил прихожанам, что советская власть заставляет отречься от Бога и церкви. Позже в тюрьме к нему подсадили осведомителя Александра Агафонова, который стал убеждать священника отказаться от Сана и сообщил следователям подробности их бесед. Бросить священство? Никогда не брошу. Служу я по убеждению. Может быть, будет время, когда нас будут возить под соломой, но и тогда я не брошу служить. Советская власть преследует христианство. Христианство останется. Возможно, останутся только самые сильные, которые сумеют возродить христианство. Были в древности такие периоды, когда христиан сжигали, но, несмотря на это, в катакомбах, в подвалах христиане остались. Христианство восторжествовало. 23 февраля 1930 года особое совещание при ОГПУ постановило заключить отца Ефимия на три года в сибирский концлагерь. Вернулся он едва живым. Никто его не ждал, а жена Александра написала старшей дочке Антонине, что еще один нахлебник явился. Шел 1933 год. Был голод. Антонина решила попросить помощи у своего начальника. В прошлом он был красным партизаном и знал, что у его подчиненной отец-священник. Вернулся из лагеря. Всю дорогу к начальнику Антонина усердно молилась, и когда вошла в кабинет, тот, не дожидаясь ее просьб, сказал, что дает ей мешок муки. Донесла она его до банки, где жили родители с младшими детьми, но не решалась войти. Отец Ефимий услышал, что вроде кто-то бы вошел, а дальше не идет, и вышел взглянуть. Дочь упала перед ним на колени и стала просить прощения за себя и за мать. А когда появилась Александра, сказала, что этот хлеб пинь. Так что отец не нахлебник. Ешьте все. Часть четвертая Собор в Ачинске был закрыт, так что пришлось искать другого места. Место такое вскоре нашлось. Прихожане из храма села Скрипачниковское позвали служить к ним, и с января 1933 года отец Ефимий стал там служить. Но недолго это продолжалось. В апреле храм был властями закрыт. Из письма отца Ефимия к дочери. Ужасное время было, что и говорить. Недаром, уходя оттуда, просил Бога. Господи, не допусти меня скоро возвращаться. Пошли мне смерть, но не допусти возвратиться. Ужас был полный. Тут ребятишки с голодом рут, а тут я еще их объедаю. Тут я был виноват, что я не плотник, не кузнец, не чернорабочий. Доказывая всю мою ненужность, матушка говорила и то, что сына Женю, которым 17 лет, выгнят с работы из-за меня, что Женя ворчит и не знает, как отделиться от меня. Одним словом, ужаснее ужасного. Чтобы не обременять семью, отец Ефимий решил на время уйти в Ватчинск. Стояла зима, самый мороз. Он собрал все свои пожитки, столярный инструмент. Пожитков получилось пуды три. Не дойти. Взвалил на плечи, прошел версту, а показало, что десять. И все оглядывался, не выдели, кто из домашних не позовет ли обратно. Но никто не бежал его возвращать. Пустая дорога и впереди, и сзади, да и ночь на дворе. Денег заплатить за ночлег тоже нет. Сел на дороге, слышит, кто-то идет, остановился, спрашивает, ты кто? Человек. Чего сидишь? Идти не могу. Замерзнешь? Наверное. Давай десять рублей довезу. Да у меня и рубля нет. А кто ты? Да бывший соборный подъек. Ну, садись на кона. А батюшка уже и подняться не может. Мужик довез его до места, а отец Ефимий даже не обморозился. Хотя мороз был лютым. В мае 1934 года прихожане дальнего села Бея выпросили у архиепископа Ачинского и Минусинского Дионисия Прозоровского, чтобы отец Ефимий служил у него. Мужики сами привезли батюшку и его семью к себе, и он начал служить. Но уже в августе церковь опечатывают под предлогом необходимости ремонта. Из храма было позволено взять только старенькую ризу да некоторые богослужебные книги. Семьей переехали на край села, где удалось снять маленькую комнатку. Но в тот же вечер пришел сотрудник НКВД и потребовал буквально в тот же день оформить прописку. А если немедленно не пропишется, то будет приговорен к шестим месяцам исправительно-трудовых лагерей. Прописаться было невозможно. Паспортный стол уже закрыт. Суд вынес решение заменить лагеря штрафом. Лишившись храма, верующие стали приходить к отцу Ефиме на квартиру, и вскоре, чтобы не обременять людей, где он снимал комнату, пришлось подыскать другой дом. Он устроил храм на дому. Теперь можно было крестить, отпевать, а со временем служить. И в 1935 году на Рождество Христова отец Ефиме уже служил у себя в новоустроенной домашней церкви. Присутствовал человек 20. Потом служил литургией на крещение и в конце сказал проповедь. Братья и сестры, нам приходится служить воровски, как изгнанникам. И в этом виноваты вы сами. Своим слабоверием, тем, что отступили от церкви. Вы все боитесь, вы пугаетесь, если кто вам покажет мизинец. А если уж топнет ногой, то вы от страха готовы в землю зарыться. А нужно все невзгоды переносить с терпением, как наши апостолы, как терпели старообрядцы при царском правительстве. Они готовы были тайно в соломе перевозить священников, только бы служить. Вот и нам, возможно, придется служить и в тайге, и в подполье, и все переносить. Мы всегда только жаловались и жалуемся. Помните, как в начале революции вы жаловались на богачей и нанимателей? Сколько было разговоров и вариаций. А хорошо нам было, когда мы на вас работали за пять фунтов в день. А ведь кроме этих пяти фунтов, богач кормил вас еще три раза в день. А теперь вы жалуетесь, что вам приходится работать только за один килограмм в день, и советская власть больше ничего не дает. Не жаловаться нужно, а исполнять заповеди и все терпеть. У нас в том положении, что мы оказались, не остается выхода, как терпеть советскую власть и все приносимые ею неустройства. Если уж нас объявили бревнами, предназначенными для строительства государственного здания, то у нас уже нет выхода, как терпеть, пока все не построится. Часть пятая Приближался Великий Пост, и отец Ефимий решил служить, не спрашивая разрешения у властей. Но перед Пасхой подал заявление, чтобы разрешили служить, а про себя решил, что дадут разрешение или нет, все равно служить будет. На Пасху пришло человек 30, началась пасхальная заутренняя. Около двух часов ночи ворвались сотрудники НКВД, все присутствовавшие, были переписаны. Отец Ефимий арестован. В тюрьме он писал. Если меня необходимо обвинить, покоряюсь этому с радостью. По окончании следствия прошу меня из-под ареста не освобождать, потому что освободившись, я снова буду чувствовать себя обязанным исполнять свои священнические обязанности, то есть крестить, отпевать и совершать другие требы. В мае 1936 года следствие было закончено, и священника перевели в Минусинскую тюрьму. В августе 1936 года особое совещание при НКВД приговорило его к трем годам лагеря, и он был отправлен этапом в Карагандинский лагерь. Через год, летом 1937 года, против него было начато новое дело. Он был в то время в лагерной больнице и успел отправить домой последнее письмо. «Состояние здоровья моего тяжелое. Кроме того, я потерял очки, и их раздавили. Так что я теперь еще и слепой, не вижу ничего без них. Украли обувь, белье, и, наверное, выбросить из больницы раздетым, потому что меня надо кормить. А ведь я числюсь не за лагерем, а за оперчастью, как последственный». 15 сентября 1937 года отца Ефимия расстреляли. Часть последняя. По становлению Архиерейского собора Русской Православной Церкви 2000 года епископ Пермский и Соликамский Феофан Ельменский, епископ Семереченский и Верненский Пимен Белоликов, священник Ефимий Горячев были причислены к лику новосвященного мученика. В свете российского луга духовного в годину лютых гонени дивно процветшие новомученицы и исповедницы бесчисленные, святители, царственные страстотерпцы и пастыри, монасси и мерстии, мужи и жены же и дети, добрый плод в терпении Христу принесшие, молитесь у юных, яко насадителю вашему, да избавить страну нашу от безбожных и злых, да утверждается же Церковь Русская крови и страданий вашими на спасение души наших. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова